Всем привет! Сегодня в гостях у нас Сергей Трейсер. Мы приехали в пещеры. Вот так они выглядят. Они глубоко под землю уходят, где-то на четыре этажа, но сейчас на данный момент доступен только один этаж, потому что, когда советские войска уходили из Эстонии, они завалили все остальные этажи, чтобы эстонцы не могли пользоваться ими. А сейчас мы отправимся прямо вниз и посмотрим, что там осталось. Вход завалили бетонными блоками и здесь остался маленький проход, маленькая лазейка такая. Не знаю, может быть, кто-то откопал ее или неизвестно. В общем, нам повезло, нам повезло и мы идем именно туда. Влад пошел первый. Я сейчас полезу за ним, что мы тут еще ищем. Вот так вот все это выглядит с этой стороны. Был реально очень высокий проход. Ну, сейчас вот такие вот бетонные столбики. Так, ребята, признаюсь честно вам, мы здесь были два дня назад, но мы были очень неподготовлены. У меня был плохой свет, у меня не было вот таких сапог, а там впереди очень много воды. Поэтому первые шаги нам уже очень даже известны, куда нужно идти. Нет смысла заходить во все вот эти комнатки, они тупиковые. Мы движемся к одному маленькому-маленькому пролазу. Давай, можешь спускаться. Тут лежат какие-то кости и много разного мусора, стеклянные бутылки. Вот Серега спускается. Он поменьше, чем я, ему это дается намного проще. Ну и дальше вот такие вот ступеньки, я так понимаю, мы на первый этаж спускаемся. Да, это именно первый этаж будет, а ниже все будет завалено уже. Но мы сможем пройти и вправо, и влево, и там будут развилки. Так что все сейчас увидим. Я надеюсь, мы сегодня не заблудимся, потому что у меня с рейдированием так себе, честно говоря. Будем идти наугад. Ладно, погнали. И здесь, на первый взгляд, у нас тупик. Мы уже были здесь два дня назад, и сейчас мы точно уже знаем, что это не тупик. И вот это не проход, а проход у нас вот здесь. Сейчас, в общем, приду немножко пропал птичь, но вот это ищель. Народно. В принципе, даже не надо сильно пачкаться. Можно просто в такой стойке, типа упор, лёжа пролезть. Ну что, дальше, надеюсь, будет просторнее всё. Здесь на стенах указаны метки. С помощью этих меток можно найти будет выход отсюда. Стрелочки указывают направление, куда мы сейчас отправимся. То есть мы по вот этой стрелке сейчас идём вправо. Да. Окей, пошли. Кстати, ребята, тут крови секрет. Два дня назад мы, кажется, шли влево. Мы сюда не решили идти, потому что здесь много воды. У меня не было таких сапогов. Или сапог. Ну, ладно, теперь пошли прямо. Мы пришли где-то 30 метров, и уровень воды поднялся. Вот, мы скоро уже начнём черпать эту воду сапогами, но, надеюсь, скоро будет уже мельче, и мы выберемся с этого места. Вода очень ледяная, очень холодная. Просто я чувствую через сапоги, какая она ледяная. Здесь с потолка капает вода. Очень активно. Чуть-чуть мелко стало уже. Надеюсь, скоро вообще вода закончится. Сейчас Серёга полезет в эту щель и посмотрит, что там дальше. Может быть, там есть летучие мыши. А здесь ещё глина такая сырая или что тут? Да, что-то сверху. Какая-то каменная порода здесь. Сейчас мы пролезли через узкую щель и отправимся дальше. Здесь у нас по бокам такие полоски непонятные. Что это вообще такое? И они вот так идут вдаль. Здесь у нас начинается опять вода. Посмотрим, какой уровень дальше будет воды. Пока ещё адекватно всё. Кстати, смотри вперёд, видишь, как будто какие-то глаза светятся. Да, реально как будто глаза светятся. Я даже думал, что это просто уже выход какой-то, но это просто свет отражается от чего-то. Может быть, там какое-то животное сидит? Волк какой-то. Или кошка. Сейчас с Сергеем пойдём туда ниже, в подвал. Мы уже спустились немного на один ярус так пониже. На вот этой лестнице сразу же вот как-то очень резко. Очень много мусора стало. Прям пипец, как будто здесь, не знаю, какие-то бомжи были или чего. Я просто, ну реально не знаю, если малолетки сюда приходили бухать. Блин, ну, как-то очень много натравили, как будто здесь, знаешь, они постоянно тусили там. Либо здесь сейчас скоро будет выход другой. Возможно. Потому что, ну, реально, обычно такое количество мусора на выходе. Но, блин, я вот реально похвалил, что у вас не мусорят. Ну, как-то реально очень много мусора, я же сам удивлён. Да, много где был. Да, здесь, кстати, уже даже стены меняются, смотри. Здесь, как будто, каменная вкладка такая, чем-то облечена. И смотри, всё в копоте, как будто бы здесь пожар был. Может быть, кстати. Узкий такой проход. Пойдём посмотрим, что там дальше. Сразу, кстати, уже как-то совсем, вот реально мы, считай, на та же вниз спустились. И уже очень сильно всё поменялось. Здесь, походу, какой-то туалет был. Кстати, вот вентиляция какая-то идёт наверх. Как будто, знаешь, уже как будто какой-то бомбарь сделали. Здесь, кстати, на первый взгляд показалось, что это как будто вешал какая-то крючки. Ну, подошёл ближе, присмотрелся. Возможно, здесь провода какие-то проходили. Тут уже, кстати, да, реально больше Советским Союзом кем-то пахнет, что это сделано так давно там. И, возможно, это какой-то, типа, уже бабать, либо укрытие. Честно, я очень хотел бы, чтобы сейчас где-то здесь был выход. Потому что возвращаться столько, сколько мы прошли, ну, вообще как-то не хотелось. Ну да, уже устали, так далеко шли. У нас даже с собой воды нет. Я очень надеюсь, что здесь есть какой-то выход, потому что здесь прям очень много мусора. Либо этаж вверх. Его завалили. Кстати, здесь, наверное, опасно стоять. Смотри, вот эти швелеры упали. Ну, как бы, вроде не падает, но может упасть. Слушай, мы так далеко зашли. Я боюсь, чтобы мы не заблудились. А, стоп, не лезь сюда. Здесь все завалено. А здесь закрыто. Есть тупик. А там? А, там. Не знаю, еще пошел. Тоже тупик. Все. Нужно возвращаться на ту лестницу, которую мы видели. Метров сто назад. Так, ребята, мы вернулись к этой мусорке. Вот эта лестница. Последняя надежда на выход. Потому что, честно, я не знаю, сколько мы уходим в часа уходим. Без понятия. У меня часов с собой нет. Хотя... У меня тут в телефоне, да? Хотя в телефоне есть, но мы... Мы уже не засекали. Да, мы не смотрели на время. И потому что здесь нет связи, в принципе, нет смысла доставать телефон просто. Короче, я надеюсь, что здесь есть выход, потому что... Ну, не мог кто-то сюда так далеко занести много мусора. И хотелось бы уже где-то в каких-то улицах. Так. Здесь какие-то свечи. Ух ты, а это что такое было? Что-то типа на генератор похоже. Тут еще дорожный знак. Походу, это, короче, был какой-то генератор. Резервный, да? Да, типа. Так. Я надеюсь, с этой дыркой что-то есть. Да, есть дырка. Еще одна дырка. В общем, там, походу, уже улица, потому что я слышу, что-то шумит. Ну, и тяга воздуха там такая присутствует. Ну, отлично. Погнали. Погнали. Интересно, я здесь пролезу? Да, я думаю, пролезу. Просто, Влад, немного по-руси меняю покрупнее. Мне, наверное, тяжелее, чем мне пролезу эти дырки. Это получается вентиляция? Да, скорее всего, мы уже вентиляцию залезли. Я надеюсь, там решетка сейчас не запилена. Мы сможем выйти на улицу, потому что, если придется возвращаться, будет жесть. Еще, кстати, ребята, вот эти в сапогах карабкаться по таким стенам вообще не прикольно. Я надеюсь, мы никому на телефон. То ли они попали. Если что, то есть выход на дорогу. А тут какая-то помойка, что ли? Мы километров 10, наверное, прошли или меньше. Честно, вот расстояние не могу определить так, потому что сначала были однотипные туннели такие, всю дорогу. А потом вот мы спустились по лестнице и все поменялось тоже. Потому что сложно сказать, сколько мы прошли. В общем, ребят, насколько я понимаю, мы зашли в эти туннели где-то на окраине, вышли в центре города. Я свободен, я сам себе принадлежу. Да, я так живу, да, дышу, да, не устрашусь. Да, не откажусь от слов, нет, не признаю вины. Мы все еще живем под собой, не чуя страны.